В Казахстане рассматривают вопрос ужесточения наказания за преступления против детей. Об этом сообщил вице-министр просвещения Еди Лос-Пан. Сейчас по поручению главы государства в Можелесе рассматривается законопроект по ужесточению наказания всех преступлений, касающихся детей. Законопроект разработала МВД. Сейчас государственные органы готовят свое заключение. Уровень жестокости казахстанских родителей уже сегодня стал чем-то обычным. Громкие заголовки в СМИ, ужасающие подробности издевательства над собственными детьми, обсуждения в соцсетях – все это лишь часть проблемы. По статистике в год совершается более 2000 преступлений в отношении детей. Из них почти 700 против половой неприкосновенности. Самое печальное, что 60% насилия в отношении детей происходит в семье. За каждой цифрой целая жизнь ребенка. Там предусмотрено ужесточение, я как и сказал, наказание конкретных преступлений, правонарушений в отношении детей. А конкретно вы не знаете, да? Увеличивается срок? Увеличивается срок, да. А этот срок, я хочу сказать, что будет обсуждаться в Можелесе. Сейчас, я думаю, озвучат эти сроки конкретным видом наказания преждевременно, потому что это в обсуждении. Но у увеличения срока есть другая сторона, говорят юристы. Если раньше срок за насилие был 3-5 лет, то сейчас назначают 10. Поэтому насильники, изнасиловав свою жертву, убивают ее, избавляются от свидетеля, так как не хотят сидеть так долго. А раньше они готовы были посидеть 3 года и поэтому не шли на убийство, полагают некоторые юристы. После нескольких резонансных случаев, связанных с преступлениями в отношении детей, глава государства уже давал поручение ужесточить ответственность. В итоге, в Уголовном кодексе за убийство и изнасилование малолетнего предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы. Бауржан Шейхмет Ахмедяр Ильясов, столичное бюро ТТК-42.